Этот пансионат стал вторым домом для пожилых людей. Сейчас в нем проживают более 500 пенсионеров, участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда. Они полностью обеспечены всем необходимым. Это четырехразовое питание, одежда и регулярный медицинский уход. И самое главное, здесь они больше не чувствуют себя одинокими. Жизнь здесь насыщена. С этими праздниками даже отдохнуть некогда. С этими мероприятиями, точнее. У нас и экскурсии, у нас и кружки различные. В том числе даже для нас, не очень молодых людей, компьютеры поставили. И наши не очень молодые люди с удовольствием занимаются компьютерами, пишут свои произведения. Накануне Дня пожилого человека в пансионате встречали гостей из мэрии и префектуры. Первым делом представители власти вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику погибшим на фронте. Здесь, возле реки Сетунь, проходила третья линия обороны Москвы. На вопрос, что больше всего поразило во время встречи с ветеранами, вице-мэр Москвы Андрей Шаронов ответил – хор. Артистизм, активность и чувство востребованности. И, конечно же, условия, в которых живут пожилые люди. Здесь ветераны чувствуют себя востребованными, чувствуют заботу. Это повышает их самооценку, человеческую достоинство, если хотите. Дает возможность общаться. И я думаю, что это комфортные условия. Городское учреждение полностью финансируется из городского бюджета. Это не единственное, только в одном западном округе четыре таких пансионата. Участница хора Ольга Борисова пережила два инсульта. Никогда не унывала, ведь жизнелюбие – главная черта ее характера. Переживала только за двух сыновей. Как будут ухаживать за ней, ведь им нужно работать. Поэтому и решила поехать в пансионат. Сразу получила положительный ответ. Здесь она не чувствует себя никому обузой, да еще и любимым делом занимается. Поет в хоре ретро. Чувствует себя как дома. Какая красота, какая чистота. В первую очередь я нюхала, думаю, такой этаж, думаю, вдруг это самое. А тут все так хорошо, все так красиво. И ко мне ребята приехали, ко мне говорят, ребята, я домой не пойду. Мне очень понравилось. Евгения Кузьминична Погореловой скоро исполнится 94 года. Пожилая женщина сохранила ясный ум. Очень ждет Сочинскую Олимпиаду. Хочется поболеть за наших спортсменов. Почтенный возраст – не помеха для нее выглядеть элегантно. К приезду гостей принарядилась. Говорит, это отголоски голодной юности, когда было всего одно платье. Несправимая оптимистка расстраивается лишь об одном. Я очень вела бурную жизнь. Занималась чтением, вязанием, разгадывала кроссворды. Сейчас ослабло зрение, плохо вижу, поэтому кроссворды отпали, чтение отпало. Просто сижу, мечтаю, иду по жизни, вспоминаю хорошее, плохое. Я иногда горюю, иногда радуюсь, всякое бывает. Но жить надо, потому что жизнь дана, и ее надо использовать. Евгения Кузьминична не одинока. Каждую неделю в гости приезжает сын. Переживает, что забрать маму домой не может. Работа связана с постоянными разъездами за границу. А здесь пожилая женщина под присмотром. И давление измерят, и лекарства дадут. И есть с кем поговорить по душам. Очень сильно мать люблю. Просто я скажу, что больше у меня в жизни нет никого. Мамуля – это моя, это все. Она меня воспитала, мы отца потеряли, он рано умер. Прекрасно, что она оптимистка. Это вам даже нельзя сказать, что 93 года, когда ей было 80, если она сказала, сынок, а мне ведь 80, я говорю, мам, ты должна дожить до 100 лет. В пансионате ветераны живут не в палатах, а в комнатах, похожих на городские квартиры. Есть все необходимое – холодильник, телевизор, светильники, удобные кровати и кнопка вызова медсестры. Что случилось? Мы сейчас к вам подойдем. Удобно работать и медсестрам. Много специальной техники для ухода за лежачими больными. Но несмотря на то, что сделано очень много, пансионат ожидают перемены. Завершен пищевлог. Вот там столовая, зал, где сейчас как раз проходят основные торжества. Практически отремонтированы большая часть этого здания. Осталось полтора этажа, который ремонт будет завершен в этом. И вот, может быть, отдельные элементы еще на следующий год. Подобные учреждения в столице пользуются большим спросом. Существует даже небольшая очередь. По-старому дома престарелых их больше не называют. Теперь это пансионаты и вторые дома для тысяч пожилых людей.